Здравствуйте! Здравствуйте! Я, конечно, как всегда, начну с того, как сформулировать вообще свой старт в живописи, поскольку это важнее, чем техника интенсионизма, поскольку у меня большой опыт общения с новичком, и, собственно, мой проект обращен именно к совершенному нулю, человеку, который только предпринял свои шаги в живописи, и накопленный опыт позволяет рассказать вам о тех проблемах, которые возникали и возникают у людей, когда они предпринимают свои первые шаги в живописи. Для многих, к сожалению, от того, что они сталкиваются с высокоумными учителями, или, может быть, даже высокоумными книгами, это обучение становится каторгой, проблемой, ну и в итоге опускаются руки, и как-то это все в сторону уходит. Я думаю, что совершенно несправедливо, живопись легка, я бы даже сказал, очень легка для любого человека, и даже самые, ну, как говорят у человека, руки не выросли, даже эти люди вполне справляются с задачами, если они их правильно для себя формулируют. И в этом смысле очень важно не ремесленное совершенство человека, потому что мы знаем, что масса художников оказывается за бортом внимания зрителя, за бортом славы и прочих удовольствий, которые дает живопись, просто потому что они все, что умеют, это просто рисовать умеют. Если в прошлые века умение рисовать еще как-то, не еще как-то, а как раз таки интересовало зрителя, то в наше время только умение рисовать не интересует никого. И даже высококлассная академическая живопись на сегодняшний день это задворки. Ну, задворки этого... Задворки, одни словами. А на первый план выходит умение сделать красивое, умение совершить поступок, удивить, проявить вкус. И здесь мы как раз очень легко можем войти в штат, так сказать, художников, в цех художников, если у нас художник есть внутри. То есть художник внутри это, конечно, прежде всего вкус. То есть если я точно знаю, что красиво, и я знаю, что многие из вас имеют проблему с этим, недоверие своему вкусу. Даже если он не совершенен, и вы подозреваете, что он не совершенен, даже в этом случае вы должны доверять ему и делать вещь исходя из собственного вкуса. Потому что когда мы не доверяем вкусу, картину невозможно закончить. Мы все время сомневаемся и хотим доделывать, доделывать, доделывать. А что доделывать, мы не знаем, и в итоге финиш картины не приходит. И это очень большая проблема для многих, в том числе даже у выпускников высококлассных институтов, они просто не могут доделать вещи. Они все сомневаются. И кажется, что вот если художник доволен картины, значит он плохой художник, а вот если недоволен, значит он хороший. И вот на почве этого высокоумия многие мощнейшие преподаватели институтов сами бесплодны. Просто потому, что планку, которую они себе поставили, они же сами достичь не могут. И эти высокоумные учителя становятся учителями и вашими. Кто высокоумен, но мало талантлив, они общаются, они дают уроки где-то в студии. Кто поталантливее, они дают в высоких институтах или менее высоких. Но часто вот именно хорошие преподаватели сами бесплодны. именно потому, что высокоумный тон требует и от них, а они в итоге не справляются с этой задачей. А за окном совсем другое время, и от художника требуется совсем другое. Все, что требовалось раньше, заменило фотографию. Хотя академическая живопись все еще котируется и она занимает второе место по деньгам, которые она зарабатывает. Потому что все рейтинги – это, прежде всего, покупательская активность в каждой стране. Все рейтинги только на этом. То есть мнение критиков нигде не учитывается. По-моему, только у нас еще мнение критиков учитывается. А весь рейтинг – это хорошее время. Покупается – значит хорошая живопись. И в наше время основная масса покупателей и зрителей, соответственно, обращена именно к живописи новаторской, экспериментальной. А вот здесь как раз вкус имеет главное значение. Потому что если ты, делая эксперимент, не доверяешь своему вкусу и не знаешь, хорошо ты сделал или нет, то, конечно, ты ничего не можешь сделать. Поэтому один из важнейших пунктов, который стоит для себя учитывать – это доверие своему вкусу. Ну и, конечно, его взращивание в контексте живописи. Потому что в живописи есть свои какие-то границы, за которые она не заходит. И в пределах этих границ стоит немного исследовать и расследовать проблемы красивого. И вот что касается вот этого опыта, который приобретен на уроках, я вам скажу так, что, как правило, 20-30 уроков дают возможность людям самостоятельно заниматься живописью самостоятельно. То есть, несмотря на то, что люди, которые начали ходить ко мне, часто ходят и 50, и 100 уроков, но это скорее… А следующие уроки, они уже как бы за похвалой ходят. Ну, вот что… Ну, скучно одному… Даже одна замечательная высказала мысль. Раньше я прекрасно работала и без вас. А теперь я не могу… Потому что… Ну, скучно. Так у нас тут несколько человек. Все очень творчески озабочены. Всем весело. Дело в том, что вы в этот формат еще не входили, а там, где я долго посидел, там у нас формируется клуб, так сказать, любителей живописи. Обычно это женщины, конечно. И вот несколько женщин постоянно ходят, и у них уже все получается. И они ходят просто для того, чтобы… Ну, конечно, я загоняю картину, если она не хочет загнаться к хорошему результату. Но, как правило, они уже самостоятельно пишут, мне надоедает курить. Потому что мне нечем заняться. Приходит там человек пять-шесть, а мне заняться толком нечем. Только ходить и хвалить. Ну, вот у тебя красивый кусок. О, вот здесь хорошо. То есть, вот, собственно, весь урок сводится к… Здороже стоит должно. Отдельные деньги за похвалу. Я хочу сказать, что буквально 20-30 уроков многим достаточно, многим, не 7, достаточно, чтобы практически самостоятельно работать. И фактически просто приходит для того, чтобы совместно получать удовольствие. Ну, как-то веселее, когда… Ты можешь быть тут же оценен. Не когда-то потом на выставке, как опять у этих несчастных профессиональных художников, которые там полгода готовят выставку, никто их не видел. А потом маленькая вспышечка, и опять никто не видит. У нас как раз с вами совсем другое дело. Мало того, они ж кормильцы, они ж профессионалы, они ж от живописи зарабатывают. А у вас и этой проблемы нет. Вы прекрасно жили без живописи, а теперь вы можете получать удовольствие от такой области, которая для многих действительно потрясающее удовольствие. То есть живопись для многих становится любовницей. И многие художники это демонстрируют. Они действительно настолько в этой башне и слоновой кости застревают, что их в семье не видят. Потому что это удовольствие. Колоссальное. Причем, казалось бы, что изменилось. Ты написал картину, что-то удачное. Сильно в твоей жизни изменилось. Нет, она ему снится, или ей там снится. Несколько дней человек находится в эйфории. Я сейчас спать не могу. Ну вот, пожалуйста. Я вчера пришла, у меня все. Боли эмоции. Я просто уснуть не могу. Я спать. А есть люди, которые, вот действительно, как говорится, руки не из того места выросли. Но эти люди за те же 20-30 сеансов доходят до добротного среднего уровня. Нет такого человека. Вот я еще не встречал. Бывает иногда у человека на уроке происходит истерика. Ну скажем, на 100 человек один впадает в истерику во время урока. Ну это может быть. Это внутреннюю истерику, несмотря на то, что коллективная солидарность есть. Но при этом иногда впадают. И эту истерику за счет, опять же, коллектива людей довольно легко усмирить. Но бывает, что она так и не усмиряется и человек уходит неудовлетворенным. Вот. Ну, есть такие проблемы. Тут же очень важно, и бывает такой момент, когда человек ждет от себя гениальности исполнения. И вдруг окажется, что он не гений. И это проблема, конечно. Это у всех. Просто у всех, у разных людей по-разному. А есть у тех, у кого это большая проблема. Как-то я оказался недостаточно талантлив. Ну, как правило, талантлива. 95% – это женщины. Мужчины уже после 20-ти ни к чему к обучению не способны. Как коты, да? Коты же выросли, все, играть перестали. А кошки играют до конца. Ну, спасибо. Нет. Среди котов есть кошки. Женщины вообще в живописи гораздо красивее. Мужчины действительно одеты такие мрачнодумные. В последних разгоните нам сейчас. Смотрите, все будет такое. Вы похвалите тоже. Это же особенное. Это же особенное пещение. Кто сюда пришел, кто-то смирен. Женщинам, во-первых, очень идет живопись. Просто она им очень идет. Они более смиренно относятся к своим результатам творчества. И, соответственно, кроткого человека невозможно обидеть. Смиренного кроткого человека невозможно обидеть. Поэтому для женщин живопись – это потрясающее удовольствие. В отличие от мужчин, которые часто звезду ждут, успеха этого преждевременного и прочее. Для женщин это и красиво. Стоять у толста, а не у плиты – это очень красиво. И мужчины, как правило, опять же, опыт колоссальный. Половина мужчин обожают своих жен, которые взялись за кисти. Они всем хвастают. Они готовы им покупать галереи, делать выставки. Сами выкупают картины. У них уже 20 картин он выкупил, и уже вешать некуда. А он не может. Каждая новая его еще больше волнует. И уже все ждут, когда она принесет эту очередную картину. А у других бывает ревность. Есть мужчины, которые очень ревнуют к этой живописи. Ну, это первое время. Они ревнуют, ревнуют. А потом, когда вдруг начинают всех хвалить его жену, он начинает вместе с ними радоваться. Бывает просто не сразу. А для тех, у кого нет этого мужчины, с живописью можно и без мужчины. И детей не водят бабки. И не залетят. Сам себя не поклонишь. Я сейчас еще буду пытаться вспоминать. Что касается идеи бедного художника. Часто говорят, что художник должен быть голодным. Но были действительно прецеденты голодных художников. И, как правило, советская власть, собственно, научила людей, что художник должен быть голодным. Но не в том смысле, что художники были непоняты обществом. Они такие же бедные, как и вы, советские люди. Поэтому быть художником... В общем, художники были всегда привилегированы этим советской властью. И они выбирали из тех художников, которые победнее. Вот как Ван Гог. Хотя там совершенно другая история. И просто те, кто вникал в эту историю, узнают, что все совсем не так, как нам представили. Вот. Бедные художники встречались. Часто в основном на почве пьянства. Или еще как разврата. А в основном художники всегда обслуживали аристократию. То есть 90% художники обслуживали аристократию. Были очень дерзкими. Вы сами, наверное, читали, знали. Насколько они были дерзкими по отношению к своим заказчикам. И поэтому бывали у них неровные пути. Но, как правило, это очень обеспеченные люди. И живопись как-то так мистически сложилась. Здесь мистика. Здесь нет... Вот когда говорят, как оценить картину. Мистика полная. То есть, если ты сам ее не ценишь, то она может ничего не стоить. Но если ты сам ее ценишь, вот она будет стоить столько-столько. Насколько ты ее любишь, настолько она может и стоить. То есть, здесь вопросы любви. Ну, как полюбленные дети или полюбленные жены. Всем хороши. Засватанная невеста. Всем хороша. Вот так и живопись. Засватанная невеста. Если ты сам ее засватал, то она стоит денег. И вот даже на уровне учениц я вам сейчас расскажу такие цифры. То, что произошло два месяца назад, это вообще вопилищий случай. 7 тысяч долларов моя знакомая, ну, ученица, не знакомая. Моя ученица продала картину. Она пиарщик. Она везде, везде, со своими картинами, со своими выставочками, везде, где может, где какое-то она собирает какое-то торжество, она везде подставляет свои картины. То есть, картины стоят, во-первых, от того, сколько ты сам ее ценишь, как ее ты сам ценишь, и от того, в какой среде ты пытаешься от нее избавиться. То есть, если ты попал в определенную среду, где есть большие деньги, там она будет стоить большие деньги. Просто там не приняты другие деньги. У моего приятеля как-то купил, человек пришел к нему в дом и говорит, ну, художник, покажи мне, я хочу, купил квартиру, обставил мебелью, над диваном хочу повесить большую картину. Он как раз большие картины пишет, призары. Кто-то ему показал все. На какую-то картину он обратил внимание и говорит, сколько? Это 900 долларов. Это было в Крыму. Крым не очень богатая местность, поэтому, когда он назвал 900 долларов, ему самому было страшно. Хорошо, заплатил ему и это понятно. Потом, спустя несколько лет, они встречаются на какой-то презентации, того, как художника пригласили, того, как какого-то крупного бизнесмена. Они встречаются, выпивают, и художник спрашивает, ну, как, ты повесил картину? Нет, она у меня за шкафом стоит. И я тебе скажу, почему он ему говорит. У меня диван стоит 10 тысяч. Я не могу картину за 900 долларов повесить над диваном. Ко мне приходят люди определенные. Я не могу. Я психологически не могу. Поэтому она не стоит за диваном. Хотя мне очень твоя картина нравится. Вернее, она стоит за шкафом. Вот такое ценообразование. И основная масса учениц продают картины в пределах от 200 до 1000 долларов. То есть это вот такая стабильная цена для живописи, которую продают девочки, которые предпринимают только свои. А дальше может быть все, что угодно. То есть от собственной фантазии, от собственной полюбленности. Ну, вот, допустим, идет урок. Ну, там вот такой размерчик, картиночка. Ну, картиночка. Нарисовала на первом уроке какую-то еще. Еле-еле картину. И тут вот идет урок, она пишет что-то там следующее. И звонок по телефону. И у нее просят купить эту картину. Где-то она ее в собственном салоне, где она там, с кем-то работает. Повесила эту картину. Вот. Салоне красоты. И какой-то клиент хочет ее купить. Ну, понравилась ему картина. Там администратор спрашивает. Продай, пожалуйста. Он говорит, не-не-не, я не продаю. Это первая картина. Для меня она дорога. Он говорит, ну, деньги предлагай. Он говорит, да не продаю я ее. Я это все слышала. Идет урок, она пишет. Я это все слышала. И, наконец, она произносит мне. Там тысяча долларов. Я говорю, ну, конечно, продавай. Будет прекрасный прецедент. То есть это хорошо, когда ваша картина продалась. То есть вы с этого момента стоите от тысячи долларов. Ну, и вы знаете, как художники пишут часто. Мои работы в коллекциях ведущих коллекционеров в таких странах. Ну, перечисляют страны. Вы знаете, этот посудной список, который обычно художники пишут. Скучная вещь, но тем не менее. То есть это все как бы нужно для художника, для его собственного даже. Когда известные люди твои картины владеют твоими картинами, поэтому часто папам римским дарят прямо вагонами, дарят картины, чтобы потом написать у папы римского в частной коллекции. Ну, это так сейчас. Это вообще о живописи, о перспективах, потому что это тоже важно. Просто писать картины сто – не лучший способ. Конечно, вот первая коллекция, вот такая полюбленная, она, может быть, и не будет продаваться, потому что это вот самая любимая. А потом все равно, когда процесс загромождения картинами произойдет, все равно начнется процесс их реализации, выставок и прочее. С выставками тоже очень просто. Не суйтесь никогда в галерии. То есть, если галерист ваша знакомая – прекрасно. Можно, конечно, продавать в ее галерии. Потому что галерист – это хищник, который настроен на издевательство. А есть места очень благополучные для реализации своего труда. Это арт-кафе всякие, и не арт-кафе, а просто кафе. Это магазины мебели, какие-то солидные даже в магазине. Если вы пишете итальянскую тему, венецианскую тему, то всегда итальянская мебель – ваш союзник. Ну и вообще, магазины мебели, даже фойе банков. То есть, опять же, ваши знакомые, мало того, что и сами вам предложат, как правило, а кроме прочего, и вы можете предложить знакомым салоны красоты, опять же, предложить, что давайте я повешу у вас. То есть вы их как бы на время украшаете, а тем не менее вы оставляете телефон, сообщение о себе под своими картинами. И вы всегда можете сбыть или начать этот процесс общения со зрителем. Потому что зритель, конечно, нужен. Конечно, когда мы пишем, мы представляем, как нас будут хвалить. И хвалить будут. Так мы сидим, и похвалить-то не за что. У меня была девушка знакомая, Сергей Учинец. И меня так поразилось, что вот она все-таки не пошла дальше. Она зарабатывала на мужчинах. Я говорю, слушай, ну, ты ж... Ну, она перестала ходить. Я сначала смотрю, ходит. Ну, значит, все, все, порядка. А тут перестала ходить. Я говорю, слушай, зачем она перестала ходить? Ты должна поставить на пути к твоему телу, зарабатывала высоко. Ну, то есть, она, так сказать, крутилась. Не элементарно зарабатывала, а сложно зарабатывала. Я говорю, ты должна поставить на пути к своему телу картины. То есть, если ты не интересуешься моей душой, то и сюда не ходи. То есть, сюда ты не можешь дойти. То есть, прежде чем он, так сказать, осязает тебя, он должен купить у тебя несколько картин. А может быть, ты еще и согласишься уже на это, на общение с ним. Вот, например, да? То есть, живопись, на самом деле, хороший, хороший посредник для общения. То есть, посредством живописи мы находим сатаинников себе, да? Выставку сделал, и вот, вдруг находятся почитатели, что вот они так же чувствуют. И ты шел, пошел, и вдруг друзья себе нашел на пустом месте какие-то картинки показал. Живопись не мешает никому, соседям не мешает. Ну, так, немножечко мешает, может быть, запахами мешает. Хотя, говорит, эти же запахи благородные, это же не покраска окон. То есть, для многих эти запахи, наоборот, удовольствие. То есть, она, эта самая живопись, не раздражает. То есть, не нравится – не смотри. Вот, когда ты поешь, а кому-то не нравится. Ну, вот как вот, если по соседству кто-то музицирует или поет, дурно это делает, то, конечно, это противно. А так, сидишь и рисуешь, никому не мешаешь. То есть, я в этом смысле, как бы, проповедую, что занятие живописью молодожим безопасно, а еще и, наоборот, целый ряд преимуществ по сравнению с другими творчествами. Есть же творчества такие, как шитье, вышивание и прочие всякие рукоделия, которые занимают полгода. А, собственно, результат тут скромный. Тут мы выстреливаем по картине за три часа, и это же две большие разницы. А всякие рукодельные там тильды шьют, еще что-то. Ну, десять тильд сшил, поставил их. Как-то вот с этими тильдами, ну, разве что на шкаф поставил и все. Ну, на какой-нибудь небольшой там выставке рукоделий. Но с живописью совсем другая тема. Вот живопись, она как-то вот изначально имеет слишком много прав. У нее какие-то особенные права. То, что мы видим художников на вернисаже, это, на самом деле, совсем не показатель. Как правило, о живописи художника судят по вернисаже. На вернисаже сидит там три-пять процентов художников. Так сказать, те, которые вот так безыскусно решают свои экономические задачи. Иногда среди них, и даже очень много среди них, пенсионеров. То есть люди, которые просто вдруг на старости лет взялись рисовать и, помним, поднаторили и вышли туда. А мы судим об этом как от художника. А это всего лишь пенсионер, который так бы сидел дома, и кроме газеты и телевизора ничего бы не имел. А он имеет общество, он имеет творчество, он имеет продажи. А мы судим, что это же художники. Ничего подобного. Хорошие художники... Нет, не так. Все художники имеют... Вот если человек встал на путь профессиональной живописи, профессионально, значит, он зарабатывает от этого. То практически все художники имеют своих клиентов. То есть клиенты – это те, кто у меня покупает. И, как правило, эти клиенты длятся годами. И несколько клиентов могут кормить художника много лет. И покупки в основном происходят из дома. А вот то, что происходит на улице – это люди, которые торопятся реализовать. Поставили все на конвейер. То есть для них важен вернисаж. Поэтому никак по вернисажу нельзя отслеживать жизнь художников. Конечно, они там обветривались. Конечно, они там превратились в полу-цыган. Но это не художники. Вернее, это художники, но это не пример художников. А пример художников – это мастерские, это сообщество художников, тусовка художников. Это модели. Интересная жизнь. Богема. Причем, богема – она богема Розинь. Иногда это вполне аристократическое сообщество. Это и музыканты, и проси. То есть это может быть вполне аристократический дух общения. Не обязательно богемы со всеми развлечениями. Но и так вот. Но одно дело – пить просто горькую пить. Как в России любят пить горькую. Мы с Максом из Украины. И на Украине иначе любят. Там веселиться любят. А здесь так серьезно пьют. Мрачно пьют. А когда ты пишешь картины, когда какая-то натурщица, тут мрачно пить не приходится. Совсем все другое. Так, это все о чем-то, да, говоришь? Лишь бы не импрессионизм. Ага, так этот самый импрессионизм – это один из самых легких путей прорваться в живопись. В силу вот этой технической задачи импрессионистической, он очень прост. То есть, что, собственно, изобрели импрессионисты? Вроде как, в начале, вот когда мы смотрим импрессионизм на старте, в начале это как бы эскизная живопись. То есть, когда до них художники выходили на пленэр для того, чтобы сделать маленький набросочек блокнотский. А импрессионисты вынесли целый станок на пленэр. И стали писать с натуры то, что до них делали уже непосредственно в мастерских. И первые их пробы превратились просто в эскизную живопись. То есть, опытный мастер делал, ну, например, Мане, делал просто эскиз, предположительный эскиз картине. То есть, это как бы начало картины он делает. Вот когда опытный художник в мастерской сидит, он делает первый сеанс, он второй, третий потом доводит. То Мане и компания вроде как на первом сеансе останавливались. Единственное, что они повернули с ног на голову. Живопись до этого была не с идеей воздуха, а с идеей изображения и как бы некой перспективы пространства. Но там властвовали коричневые, вот до импрессионизма. Импрессионизм взял и вместо коричневой подкладки, хотя они еще продолжали и коричневую делать по привычке, но вместо коричневой подкладки они загнали синюю подкладку, такую ультрамариновую подкладку. То есть, цвет неба и рефлексы от неба на все вокруг. Вот эти рефлексы, которые вместе с небом, они все синие. И они гипертарапировались синим этим цветом, ощущение воздуха в картине. Поэтому они совершили такого рода революцию, что они на этапе эскиза останавливаются, и плюс они перевернули от коричневого на старте, начинали с синего, с голубого. А уже по мере того, как они совершенствовались сами и экспериментировали, появился вот этот мелкий мазок. Мелкий мазочечек, который буквально всю картину превращал в рябь, марево, приблизительность. И эта приблизительность уже давала возможность другим художникам, и даже не художникам, среди импрессионистов были не художники, которые стали художниками, просто увлекшись новаторствами этой идеи, легкости, легкодоступности живописи, легкомысленности живописи. И они, увлекшись от этой технологии, очень быстро достигли таких же результатов, как, собственно, и метрик импрессионизма. То есть импрессионизм настолько прост в исполнении, что, опять же, вот этот мелкий мазок, рябь мазка, она же лишает нас необходимости вырисовывать, чего, как правило, новичок-то и не умеет. То есть, главная ваша проблема – неумение вырисовывать. И вы должны до поры максимально ее обходить, вот эту необходимость вырисовывать. То есть не браться вообще за задачи, где нужно вырисовывать. Хотя, часто вот мы в детстве рисовали тетрадки, и именно занимались вырисовыванием. Срисовыванием вырисовыванием просто из головы там что-то. И иногда вот эта проблема, что мы привыкли вырисовывать, мешает нам сейчас вкусненько писать. Потому что это же надо вырисовывать. Нет, надо до поры этот угол обходить вообще. То есть максимально приблизительную живость. Вот импрессионизм как раз и есть вот эта приблизительная живость. Поэтому находить языки исполнения картины, языки исполнения картины, да, есть разные языки живописи. Вот импрессионизм и разные варианты этого импрессионизма как раз помогают выбрать те языки живописи для собственной задачи, которую я перед собой поставил, которая вам посильна. То есть если у вас есть вкус, если у вас есть любовь, то плюс классный, умный, хитрый язык живописи, и вы легко сделаете вещи. То есть в студиях, которые вы посещаете, чаще вас учат по классической схеме. Куб, драпировка, бутылка, яблоко и тому подобные вещи. Немножко скучновато, да? Мало того, вот куб вы как раз нарисовать-то и не можете. И шар у вас будет очень проблемный. А драпировка очень нескоро будет драпировкой. Но надо найти вам такие задачи, с которыми вы таки справились. Вот с кубом некоторые ученицы, откуда я уехал и больше туда не приезжали, они пошли в какие-то студии. Ну, скажем, Днепропетровск, Харьков, Крым. Я туда уже как бы не появляюсь. Они попробовали пойти в студии и вдруг обнаружили, что у меня они писали картину, иногда я даже почти никак не участвовал, кроме словесного, а тут они куб не могут нарисовать. То есть, по идее, на камеру даже не стоит вот такие вещи говорить. Но куб-то как раз они и не могут нарисовать. А картину сделать – дерево. Ну, это ж не куб. Портрет дерева – это ж не портрет человека, да? Портрет дерева, в общем, приблизительный. Это некая масса. И насколько ты не точно сделаешь, вообще никак не сыграет на общей ситуации. Ну, конечно, там какой-то характер здесь у дерева. Ну, у импрессионистов, например, часто деревья все одной породы какой-то. Не потому что они такие беспородные, а потому что они всем деревьям задают ритм листвы, скажем, по горизонтали. Ритм травы по вертикали. У них ритмы появляются в живости. Импрессионизм обладает одним из своих потрясающих свойств – это нарочитыми ритмами. Ритм мазка. Вот если вы еще не заметили это, когда вы будете смотреть импрессионистов, то обратите внимание, что даже небо очень часто буквально мелким мазком изштриховано. Не потому что человек не мог просто взять и закрасить. Ну, как боброс, который вы видели, да, берет большую кисть, вот многие смотрели бобросы, берет большую кисть и вот так просто закрашивает небо. Ну, конечно, можно просто закрасить, если тебя не интересует понятие ритма. Вот у импрессионистов и у импрессионистического письма есть понятие ритма. И вот этот ритм, он дает, ну, ритм есть в поэзии, ритм есть в музыке. Вот в живописи ритм обладает теми же, ну, почти теми же важностью, той же важностью, что и в поэзии и музыке. И если вы еще не заметили, обязательно обратите на это внимание. То есть импрессионизм – это ритм мазка. Да, ритм мазка в небе, ритм мазочка в деревьях. Ну, как правило, это небо, деревья, моречка. Ну, с морем более-менее понятно, горизонтальный ритм мазочка в небе, они там импровизируют. Ван Гог, он в небе даже вот такие червяки крутит, крутит, крутит. Вокруг облаков, сами облака, чуть ли не орнаментно выкручивают. И, кстати, Ван Гог и техника письма Ван Гога тоже не очень сложна. То есть за счет густого мазка он решает проблему рисунка. И вообще импрессионизм решает проблему рисунка, вот этой пресловутой точности рисунка, за счет густого мазка. И основная масса картин импрессионистов очень густо написана, густой краской. И это надо себя заставить. Часто трудно себя заставить пользоваться густым мазком. Потому что я закрасил, мне было, опять, как бы пожить. Ну, типа, зачем к нему еще возвращаться? А импрессионист или импрессионист, он ждет Марьева. Ждет этих ритмов, мерцания. И тогда получается очень живое, интересное впечатление от картины. Потому что так предметы, когда мы их видим на фотографии, Ну, вот они слишком, слишком обыкновенные. Вот если мы едем по полю и видим обыкновенных коричневых коров. Красно-коричневых. Мы их не видим. Их просто нет. Но если будет стоять фиолетовая корова, мы запомним этот день на всю жизнь. Вот и импрессионизм делает эту фиолетовую корову. И вы сами должны помнить об этой фиолетовой корове. Что если вы просто изобразили предмет, это никому не надо. А особенно с вашим ремесленным опытом. Мы изобразим корову, да. А вот фиолетовую корову. То есть экспериментировать, изобретать. Быть живописи изобретателем. Конечно же, не тужатся без ума, не имея кругозора, изобретая свой язык живописи. Хотя в некоторых и так происходит. Просто в силу того, что какая-то внутренняя аномалия, вывих какой-то. Вывих может быть и вполне удачным. Внутренний вывих, он может сказаться на очень интересной технике письма. На языке живописи сказаться. Потому что вот некоторые же чувствуют свою ненормальность. А живопись как раз для них нормальная. Вот если ты чувствуешь ненормальность, берись за кисти, это всем понравится. Потому что ты способен сделать фиолетовую корову. Вот. Хорошо. Милка. Милка. Может, у вас есть какие-то впечатления о импрессионизме? И прежде чем я чуть-чуть попоказываю, о чем, собственно, идет речь, может, мы немножко диалог устроим? Да, можно делать заданок? Да. То есть, я сходила в музей, посмотрела живопись Мане. И выяснила, что тот жирнющий мазок, который я лепила, у меня какая-то задача была, неизмысл вопроса, с вывихом. Заполнить весь пол с сурьным мазком. Но у него не так. У него оказалась легкая подкладка. И на легкой подкладке достаточно легкий мазок. И он высох. И еще между мазками было пространство. Правильно говоришь. Действительно. Особый шик в живописи, если вот первую заливку, краской заливку, мы на 30% сохраним, перебивая густым мазком. То есть густой мазок, ложась на буквально акварельную заливку первого слоя, если мы оставим 30% вот этого первого буквально заливочного слоя, то это особый шик. И вот эта акварельная малость краски и прозрачной краски, наполненная двумя третями густой краски, это особый шик. Поэтому есть ли вам совершенно разумное посещение музеев. То есть в музей надо идти не просто посмотреть, надо подальше отойти, чтобы понять, что же там художник нарисовал. Нет. В музей надо идти как раз за тем, чтобы посмотреть, как это сделано. И на самом деле для людей это должно быть так, чтобы для людей, которые не связаны с живописью, в музее надо не просто смотреть картинки, то есть можно полистать и другим способом, а как раз нужно не отходить подальше, чтобы посмотреть, что же он там нарисовал, а подойти поближе, посмотреть, как он это сделал. Действительно, это очень хорошее замечание. Единственное, что мы не можем себе позволить, это один из способов его письма, что у него есть и другие вещи, где залеплена краской от и до. Поэтому где есть у вас внутренняя культура, чтобы проявить вот этот эффект одной трети заливочек и две трети густых мазочков, то проявляйте на здоровье, особенно сходив в музей и посмотрев это близко на ощупь. Но густота мазка у них все-таки… Световые действительно налеплены прямо вот так. Просто неопытному художнику очень трудно залить, а потом раздать только в идеальных местах. Поскольку импрессионизм пошел дальше и он часто просто слепливает из густых мазков всю картину, тот же импрессионизм. То есть просто у Мане еще культура письма до Мане. У Мане и у компании… Академическая. Да, академическая опять культура письма. А дальше пошли эксперименты еще дальше. И часто картина просто слепленная, как тот же Афремов, которого многие нравится и многие писали. Это просто забитая густым мазком картина. Поэтому можно и так и так. Просто если вам удается оставить вот этот первый слой, когда вы просто залить… Ну, обычно речь идет не о небе, а обычно речь идет о вот этих далях, деревцах, когда они заливают подкладку, а потом снабжают густым мазочком на вот эту акварельную прозрачность. Если вам удается этим воспользоваться, то, конечно, здорово. Но, конечно, для этого надо сходить в музей и пощупать это у них. Ну, вот хорошим побоями. Еще все-таки вопрос такой. А манен все-таки пользуется черной краской? Ну, у них там… я, честно говоря, не знаю. Потому что имитацию черной краски сделать очень легко. И сказать, черный это или нет… Там вот в оттенках все равно получается черный вопрос. Может быть. К черному всегда можно добавить либо синий, прямо к черному, либо красный, ну, допустим, темный розовый такой, либо коричневый, чтобы избавиться от его чернявости. Но черным для вас лучше не пользоваться. Лучше на годик отложить черную сторону по простой причине. В ваших руках черный может быть опасен, ну, вот как колющий, режущий. То есть, детям спички не дают. Вот это для вас спички. Черный вы не поймете. Ну, скажем, если вам нужна серебристость картины, да, вот серебристые оттенки в картине. Если вы возьмете черный, то вы получите довольно скучный серебристый оттенок. А вот если вы возьмете, например, черный своей сажистостью, хотя черный хороший цвет, и разные черные, и разные разбелы у черных бывают, то есть у разных черных красок бывают разные разбелы. То есть, собственно, черный ценен не черным, а разбелым. То есть, какой он бы разбел. А, так черный можно, серебристость можно добиться. Голубой, розовый получили фиолетовый и припачкали его коричневым. Количество оттенков просто безумное. Цвет богатый, сложный, то в пользу розового, то в пользу этот же замес, то в пользу голубого, то в пользу коричневого. У вас плюс белила в разную меру, у вас миллион оттенков. Вот этот розовый, синий, фиолетовый, да, в разбеле, ну или без разбелого, это фиолетовый, плюс испачкать его коричневым. И вот будет у вас богатейший цвет. А если нам нужен, допустим, черный, как чернявость цвета. Опять же, синий и розовый. Вот, допустим, про блак розовый прочный. В общем, розовый, агрессивный цвет. Если мы возьмем его с любым синим, а лучше, допустим, даже с голубой ФЦ, то вы получите смоленистый чернявый цвет. Но при этом он не черный. И когда он будет разбеливаться по соседству, он будет давать не серость такую унылую, а будет давать фиолетовости. То есть, он же не попадет один сам по себе, вот вы чернявый каркас, допустим, даете картину, он же сам по себе не будет жить. Он где-то помешается, и он возьмет туда либо розовинку, либо голубинку, и это уже будет красиво. Поэтому, ну и сами импессионисты там уже с пеной рука сражались, пользоваться черным или нет. Но вот я вам советую черным до времени не пользоваться для того, чтобы просто помнить, что вы о черном еще ничего не знаете. И масса художников, одни отстаивают черные, другие. Иногда картине нужен каркас. Вы встречались иногда с живописью, собранную в черный каркас. То есть, допустим, буквально обведенности черным. Вот, кстати, у Ван Гога очень много картин буквально обведены. Вот, например, пользование черным каркасом. Вот когда каркас можно, но лучше вообще его пока с палитры убрать, чтобы не искушаться. И что касается палитры, поскольку многие из вас первый раз, то не стоит пользоваться красивенькими цветами. Потому что в магазинах очень много продается красивеньких цветов. Эти красивенькие цвета используют и профессиональные художники, и многоопытные художники. Но больше они обращены именно к женщинам. Особенно вот эти неаполитанские. Неаполитанская телесная, неаполитанская желтая, розовая. Такая красота. А это очень хитрые краски. То есть, от того, что они не могут быть во смеся, ну просто там нечему смешаться. Они очень слабые. То есть, у вас есть такое понятие. Скупая палитра. Когда на палитре... Вот, кстати, я вам покажу, как должна вообще выглядеть палитра. Палитра это не... Знаете, деревянные вот эти вот цветы дерева, лакированные. Это еще не палитра. Палитра это вот такое грязное пятно. Вот это уже палитра. На грязном пятне очень хорошо видны замесы. Ведь, на самом деле, когда мы картину начинаем набирать, она у нас перестает быть белой. Вот. Такое она перестает быть сразу. Оно становится, пусть не грязным, но оно становится цветовым пятном. И чтобы видеть, что мы кладем туда, мы идем не относительно белого, или относительно цвета дерева, да? Мы идем относительно вот этого замеса. Ну, скажем, вот здесь у вас небо. Обычно. Если так сказать, вот здесь небо, а здесь все остальное. И это все остальное, оно разные оттенки имеют. Поэтому, как правило, ну, если с небом все понятно, там, голубой отбомбил и все, то вот с этими оттенками они вот здесь прекрасно видите, что вы кладете. Значит, палитра – это грязь. Вот такое грязное пятно. То есть не грязь, а грязное пятно. Иногда даже палитра бывает очень красивой. После урока смотришь, думаешь, ну, прямо хоть в раму оформляет. И, кстати, у хорошей картины, как правило, красивая палитра осталась от нее. Как-то ее пока писали, редко это не совпадает. То есть красивая картина оставила после себя красивую палитру. Может быть, у непрофессионалов там по-разному, потому что рабочий процесс сложный. Как пары продавать. Да, да, да. А вы их не используете, чтобы налить картинку? Знаешь, не так столько холста идет вот по конвейеру, что если еще эти куда-то складировать. А они-то одноразовые? И плюс? А сейчас, и плюс? Что там? Одноразовые палитры? Да, да. Вообще, вот эти одноразовые палитры, опять, это для девочек. Чистенько. Надо же, купила, оторвала листик, выбросила. То есть, если не интересует результат, можно купить вот такую одноразовую палитру, на ней мешать. Значит, на ней, что вот на этой одноразовой? Потому что очень многие пользуются, из вас очень многие пользуются вот этими одноразовыми, я знаю. Потому что оторвал и выбросил, и чистота. Это листик, который там несчастный. Мало того, что это все гнуто. Скользкий, жирко. Скользкий, да. Склизкий, мерзкий. Вот. С него мастихином толком не возьмешь. С него кистью только хотел взять широко. Он взял, согнулся. Как вот бумага. Взял и смялся. И ты только хотел поступок сделать. А тебя уже здесь остановили. Это более-менее фундаментально. Опять же, вот эти вот деревянные, особенно маленькие, тоненькие такие. Маленькие вообще не надо. Потому что выдавили, уже заслонили всю палитру. Витачок для смешивания нет уже. Поэтому взять что-то более-менее. Хотя лучше иметь две палитры. То есть на одной. Если у тебя уже места нет, то взял уже и второй попользовался. То есть лучше иметь две палитры. И лучше на холсте. Вот. Прямо на холсте. Палитра. Может какую-то картинку, которая у вас не удалась превратить в палитры. Несколько таких превратить в палитры. Это у вас холст на портоне? Нет. Холст на портоне. Здесь могла бы быть картина. Да. А чем хороша вот этот холст? То есть когда вы пользуетесь мастихином. О мастихине сейчас мы поговорим. Он у нас имеет те же ощущения, что и на холсте. На деревяшке. Мы мучаемся, мучаемся. Потому что она слишком ровная. Особенно на пластиковой палитре. Она слишком ровная. С нее она не хочет мешать. Смешивать. Не торопится. А эта прогнулась. Помогла мастихину. И вы быстренько получили. Потому что у вас произошла мысль. Вы сейчас положите такого цвета мазочка. Вы положили на эту ровную плоскость вот эти столы. И пока ты ее замешал. Ты уже забыл, что ты хотел сделать. И здесь это происходит мгновенно. То есть от мысли к результату короткий путь. Поэтому и понятие скупой палитры. Вот мы поговорили о самой палитре. А теперь о скупой палитре. Фундаментальное знание о живописи подразумевает скупую палитру. Значит на палитре должно быть буквально 4-5 цветов. Какой-нибудь активный синий или голубой. Активный розовый. Именно активный. Мощный по тональности своей. Активный желтый. Желтые часто бывают такие вялые. Берешь очень много желтых цветов. Просто надо игнорировать. И, собственно, даже иногда приносят. Говорят, а не хотите ли рекламировать наши краски? Я сразу говорю, давайте желтую. Выдавливаю желтую. Смешиваю с белилами. Или с синилами. И говорю, нет, не хочу. Потому что желтую очень трудно сделать. Такой, чтобы в ней было достаточно желтого цвета. Как правило, очень вялые. Вещества берешь много. Желтого от него не получаешь. Ну, как клей ПВА. По виду белый. Высох прозрачный. Были раньше эти краски для стен. В общем, они тоже как клей ПВА. По виду белый. Покрасил. Высохли. Где белый. То есть надо десяток слоев, чтобы добиться белого. И коричневый. Влюбиться в какой-нибудь коричневый. Я предлагаю влюбиться в Марс коричневый, темный, прозрачный. Мастер-класса. Если с теми цветами. Ну и с желтым, конечно. Надо подружиться с мастер-классом. Букатный, желтый, светлый. Вот влюбиться в мастер-класс, конечно. Это как бы профессионально классные краски. Теперь я сейчас еще вот что я хотел рассказать. Замечательную вещь я вам расскажу. То есть когда вы идете в магазин за красками. С чем вы сталкиваетесь? За красками, за прочими материалами. Магазин озабочен конвейером продаж. Он не учитывает. Ему даже как бы немножко выгодно подсовывать лажу. Потому что от этого хороший оборот происходит. Если бы мы каждый день пользовались как хлебом, мы бы научились различать хорошее от плохого хлеба. Хорошую краску от плохого. Но красками вы пользуетесь не каждый день. Поэтому часто просто даже не знаете, на что обратить внимание. Девочки, которые торгуют там красочками, вам совет могут дать с трудом. Потому что сами не пользуются этим. А если и пользовались один раз. Ну с этими девочками можно отдельные истории рассказывать. как когда профессионал слышит обслуживание новичка, ну или там допустим студенточки, а стоит рядом профессионал, который знает кто в этом. И он слышит, что девочка, в чем убеждает, девочка продавец убеждает девочку студентика, что ей купить. И часто, конечно, мы ее с собой хихикаем, но очень часто мы помогаем. Когда заходим в магазин и видим, что девочки не знают, что будет. Часто профессионал помогает в этом смысле. Новичкам нужно. Но рассказы эти очень смешные. Потому что то, что навязывает продавец, ну это сразу можно в мусорное ведро, как правило. Так, а в принципе, что происходит? Профессионалы в этих магазинах скупают самые лучшие, в том числе самые лучшие кисти. То есть проблема даже не столько в красках. Если с красками куда бедно еще разобраться можно сейчас, то самая большая проблема в кистях и в холстах. Потому что кистей хороших нет, просто нет, уже скупили. То есть они появились. Профессионалы тоже заходят в магазины очень часто. Бывают смышленые полупрофессионалы, которые это так тут же выкупают. В прямом и переносном смысле, что о, хорошие кисти. Ну все так скуплено. И залеживаются кисти, которыми можно пользоваться клеем. Но никак не для живописи. Либо для той живописи, которую вы предпринимаете, эти кисти. Ну никак. То есть вот акварелечку будет хорошо. Там, допустим, акрил, темпер будет хорошо. Ну для масла эти кисти, ну никак. Для того мазка, который вы планируете, ну никак. Поэтому нужно умудриться приобретать не только хорошие краски. Ведь по цене-то будет ненамного небольшая разница. Но вы будете не понимать, что не так. Вы не будете знать, что почему. Я вот видел, вот я смотрю видео урок или еще что-то. Почему я беру, а у меня не то. И потому, что у вас нет нужного холста, нужных кистей, нужных мастихинов, нужных разбавителей. Ну а еще и нужных красок. То есть не экономьте на материалах это сразу. Потому что если вы хотите, вы увидели на выбор вам, вы хотели купить холст 40 на 60. И у вас на выбор было десяток. Как правило, в этих магазинах десяток вариантов холста. То есть разные производители. Одни делают на соседней улице, другие привозят из Италии, третьи еще откуда-то из Китая и тому подобное. И разное качество холста. Бывает такой длинный холст, что даже под палитрами либо годится. А есть такие, что просто залюбуешься. Надо же какая фактура. И все по той, практически по одной цене. Иногда хороший производитель, или чаще даже хороший производитель, у него продукта много. Вот скажем, вот тот холст, который я сейчас использую. Это итальянский завод, 4-этажный, который много лет занят только холстами. Четыре этажа гонят один только холст. Ну они там разных сервистостей, на разных материалах. Но этот завод, который знает толк холстам. Такие же холсты делают на соседних улицах, в каких-то там подвалах или столярных цехах. И в общем-то иногда даже берут неплохие материалы для того, чтобы это сделать. Но нюансы. И вот эти нюансы не дают потом полноценно работать на этих холстах. Вы, к сожалению, не можете, пощупав холст, сказать, хороший он или нет. Поэтому либо профессионалов используйте для покупки холстов, либо доверяйте тем, с кем вы работаете в учебном процессе. Исследуйте это. Не творите в этом вопросе, в вопросе материалов, не творите произвол. Произвол творите, когда будете писать. А в вопросе выбора материалов не должно быть лишнего произвола. Покупайте хорошее, проверенное опытным. И тогда у вас многое, процентов на 50, будет лучше, чем могло бы быть. Вот. Это прямо для себя нужно... Ну а какой холст? Какой холст? На цену? Значит... Нет, на цену невозможно. Совершенно. Никаких шансов. Можно купить цену на плохой продукт. Красиво его упаковать. А вы еще заметили, да? Вот эта вот пленочка. Уголочек, здесь пленочка. Холст даже пощупать невозможно. Как можно вообще продавать холст под пленочкой? Мало того, часто холст настолько прогибается, что вот эта вот планочка, вот здесь, которая должна быть со скосом, некоторые даже без скоса делают. То есть уже до полного отсутствия. Даже вот эту разницу не оставляют. Вот так и... Так натягивают часто, что тут же уже, еще продается, а уже имеет след. След от этой планы. И, конечно, когда вы пишете, вы же спотыкаться будете об этом плане. У вас вот этого состояния барабана не будет, и письмо будет совсем другое. Совсем другие ощущения. Он будет вялый, он будет прогибаться вместо того, чтобы... Ну, пипит. Да. Но фирма какая-то? Да я не знаю какая-то фирма. У меня есть просто поставщик в Запорожье. Он мне их поставляет. Хотя я знаю, что он берет с этого итальянского завода. Я не следовал. Но вы когда будете, вот когда я буду курить, вы его пощупаете. Мало того, не берите холсты, которые вот здесь не загрунтованы. Это значит мы в домашних условиях, на соседней улице, в подвале, натянули тряпку и грунтовали, чем попало. То есть если вот здесь не загрунтованы, значит кто-то грунтовал, чем попало. Ну и как попало. Обычно хороший холст идет большими рулонами, натягивается так, что у него есть вот это. То есть загрунтованное, потому что он порезан просто. Но вот зернистость какая должна быть? Зернистость, очень хороший вопрос. Зернистость должна быть средненькая или чуть меньше, чем средненькая. Очень большую зернистость. Вы не поймете, как вам с ней бороться. Слишком мелкая зернистость будет как по полиэтилену письмо. То есть... Очень средняя зернистость. Только она пока для вас. И привыкнуть надо к этой зернистости, приспособиться к ней. Приспособиться к какому-то холсту. Прямо взять и приспособиться к именно этому холсту. А вот сама ткань. Бывает хлопок, а бывает лед. Все равно. Все равно. Просто все равно. Ну, я не знаю, хранится ли ХБ 500 лет. Ну, вот или иные холсты древности дошли до нас. Может быть, ХБшные бы так не дошли. Но разницы никакой. Главное – качество грунта. А не сама тряпка. Там синтетику сейчас используют. Все, что угодно используют. Главное – качество самого грунта. Сейчас есть синтетика и следующий. Ну, да. С кистями очень большая проблема. Причем, как я уже понял, и в Москве тоже. Я думаю, в Москве все есть, но в вашей деревне еще меньше, чем в нашей деревне. В нашей деревне Киеве встречаются хорошие материалы. А здесь вот несколько магазинов мы сами навестили. Говорят, что здесь есть у вас какие-то магазины, где есть все. Там, где есть все, там еще труднее выбирать. Ну, я рекомендую вам вот этих. Колос Милк. Вроде как китайский производитель, но очень хороший ворс. У него очень хорошая длина. Это синтетика. Колос Милк. Милк. Обратите внимание на то, что у них красная вот такая полка. Красная полка. И не видитесь на белый колос Милк. Вроде Милк он белый. А еще есть, сейчас начали выпускать уже подделку под Китай. Колос Милк он белый. Вообще не надо. Да? Вот этот с красной полкой. Я только покажу. Колос. 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 на ощупь, потому что кисть надо, в общем-то, выбирать на ощупь. Она может лезть, то есть, ну, нет, видите, не лезет. У этих иногда болтается, болтается вот здесь, поэтому приходится иногда скотчем собрать. Ну, болтается. Ну, не у всех. Где-то у одной четвертой кисти и болтается в этой месте. Но это не главное место кисти, вот это вот главное. Поэтому буквально посмотреть, какая жесткость должна быть, какая длина ворса, в данном случае они с закруглением. Лучше вот по одной кисти хотя бы приобрести, чтобы просто знать, что надо покупать, потому что есть такие нежные кисти в магазинах, ну, нежнейшие, немецкие, голландские, ну, так и хочется с ней дружить. Надо брать и такие, и ровненькие. Просто ровненькая, она больше рассчитана на мазок квадратноватый, а эта рассчитана на все. Она и штрихует, она и квадратик положит. То есть, ну, это как бы универсалка. А что там? Если вы доберетесь вот до этих кистей в магазине, потому что я спекулирую, страшно, вот, если вы доберетесь до магазина, то накупите вдоволь, штук по 5, по 10 каждый. У меня хотя бы взять экземпляр на, ну, кисти, да, на ощупь. Да, я веду 3 кисти и всех размеров взять, особенно взять размеров небольших, которые чаще, ну, быстрее, быстрее стираются. То есть, этих у вас должно быть раза в 4 больше, чем этих. Это проживет долго, а это очень быстро потеряет свои возможности. Ну, скажем, через 10 картин она уже слаба. Ну, примерно через 10 картин потеряет. У нее реворса поменьше, там нечему, собственно, жить долго. Вот, поэтому мелких побольше, этих сколько-нибудь. То есть, а берила есть? Берила есть, плохие есть, хорошие. Вот самые лучшие берила, сейчас вам покажу. Обязательно титановые. С цинковыми не связывайтесь, потому что цинковые это для живописи а-ля старина, а-ля голландский натюрмор. То есть, там белого вещества в них мало, и ты ждешь белости, а ее нет. Ну, как бы более прозрачный. Хотя он для вот этого послойного тонкого письма очень хороший. А вон нужны титановые белила. Это гамма, да? А? Гамма, это гамма. Просто вот именно эти самые лучшие. Несмотря на то, что гамма может не самая лучшая фирма, но белила у них просто идеальные. У них консистенция вкуснейшая. Потому что у некоторых белил консистенция предпротивная. У меня, по-моему, здесь вот эти Страшко. Настоящие Ладога. 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 Настолько противные. Но очень много противных и других таких. У них очень много. У них больше нет. У них больше нет. У них больше нет. фотографий, собственно, репродукции картин, которые являются импрессионизмом. Ну, вот классический импрессионизм. То есть вы видите заритмованный мазочечек, небочка прямо вот испечрено мелкими-мелкими штришочками. Штришочки как бы козяристые вот здесь, и как бы ритмичный мазок вот в этих деревьях. А здесь и вовсе ритмы выражены. То есть в воде выражен ритм так, в траве выражен ритм по высоте, сами лепестки на деревьях тоже где-то в ширину комковато, но есть, ну и небочка тоже за ритмом. То есть это вот такая взбитость картины мазочеком. И когда мы начинаем эту картину а-ля импрессионизм, то мы буквально взбиваем мазочек. Надо прям просидеть минут 20, сначала набрать, просто набрать, сейчас мы это сделаем, а потом буквально взбить-взбить мелкие мазочки. Всю картину. И тогда вот в этой кашице такой трепетной малейшие уточнения, и она уже звучит. Есть импрессионизм уже такой модернизированный, современный, там разные варианты, они где-то похожи на классические варианты. Тоже много мелкого мазочка. Вот будь это все без мелкого мазочка, вот такое пустое поле бы не прозвучало, оно было бы скучно. А так, от того, что много-много мазочка, 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 вот этот кружочек был бы скучный, вот этого куста. Мелкий мазочек сделал это не скучно. Ну вот тоже ряд, ряд, ряд мазков. Ну вот как бы тоже вариант импрессионизма, но может быть без ритмов, просто вот а-ля академизм, а-ля импрессионизм. Главное, что здесь царствует голубой, и тени голубые. Вот как бы импрессионизм такой, вообще наш самый вполне современный, а настоящий импрессионизм. Вот сказать, что вы не смогли бы написать такого рода картину, трудно даже себе представить. Но здесь человек решил ее. То есть мы могли бы сделать копию или сделать аналогию, подсмотрев его язык исполнения. То есть мы могли бы заменить на другую девушку, может быть похожую на себя. И собачку могли бы заменить, которая там где-то. А все остальное довольно просто в исполнении. Ряд, ряд, голубизна, то же самое. Ну вот классический импрессионизм. Вот ночной пейзаж. Вот не будет ритма мазочков, ритма, то все это смотреть не на что. А так, прям очень политично. Вот это тоже можно назвать, наверное, импрессионизмом, хотя это, наверное, уже скорее экспрессионизм. То есть это то, что тоже для нас очень важно. Импрессионизм, наверное, мы все-таки условно вот этим мелким мазочком будем иметь в виду, а экспрессионизм это более, еще более упрощенно, еще более динамично. Ритмы здесь вы видите вертикальные, прямо вот нарочитые, вертикальные, некая смазанность вертикальная. То есть экспрессионизм для нас может быть даже еще удобнее. Хотя импрессионизм с его мелким мазочком надежнее. То есть мы надежнее можем исполнить из тыков мелким мазочком. Ну вот тоже современный импрессионизм, яркий свет, синие тени. Это все очень нарядно. Хотя вот фотоаппарат, если будет фотографировать, или наш глаз будет смотреть, все будет достаточно заунырно. То есть не будет фиолетовой коровы. А здесь художник уже элементы фиолетовой коровы уже сделан. Ну вот Моне. Вот правильно замечено, что не все Моне истыкано густым мазком. То есть вот эти вот темные заливочки, они, в общем-то, наполнены продвисью краски. То есть акварельная заливка. И потом уже истыкано. Интересный момент. Вот я на каждом роде сейчас стал обращать внимание на это. Значит, можете прямо записать себе такое интересное знание, которое мало где прописано, но все художники знают. Вы не знаете. Теневые не любят густую краску, а световые любят густую краску. Эту вещь, она прямо для себя... Вот когда вы писали картину, потом посмотрели. Ой, что же у меня такая теневая густая. Взяли мастихина, сбрили красочку до холста. И у вас темнота осталась, но там есть вот эта акварельная продвись. То есть первый слой, как бы, укладки. То есть теневые не любят густую краску. Не эстетично, когда теневые густы. Эстетично, когда свет густ. Это и, по сути, понятно, потому что свет разбелен, и густые белила дают это ощущение света. А теневые, они призрачные такие, приблизительные. Вот, ну, тоже забавный пример импрессионизма. Вот иногда я хочу научиться рисовать теневую. Вот дерево. Дерево, как правило, скучноватое, зеленое. Видите, как он уже взял нацветнилый год. Там был намек на розовый, он его преувеличил. Что и делают часто импрессионисты. Они просто все преувеличивают. Преувеличивают нарядность, преувеличивают цвет тени. Ну, а вот тоже элемент импрессионизма. Современно вот, когда все очень густо, где нет этим одной трети тонкого слоя. Все просто истыкано, густой краской. Ну, тоже классический импрессионизм. Вот эти вот все вещи, новички прекрасно пишут. Легко, прекрасно. Даже вот такие вещи. Вот в таких вещах, ну, знаете, мы налюбим вот эти вот. Если ты это делаешь с любовью, это будет обязательно видно. Там же рисунка нет, правда? То есть берем картину на состояние. Не на рисунок, не на изображение, а на состояние. И здесь мы безупречно. Ну, немножко там поисследовали цвет. Ага, вот это будет такой-то оттеночек, такой-то. И поехали клацать мелким мазочком. С удовольствием, с любовью. И в итоге может получиться ни чуть не хуже, чем у ММН. Ну, наверное, вот такой живописи. Хотя это можно назвать импрессионизмом. Но здесь, скорее, уже, наверное, все-таки эксказей не забудет. То есть больше активности такой. Ну, хотя тоже на состоянии. Так, может, прикрыть, да? Или мы задохнемся? Ну, да. Вот мы сейчас выберем жертву себе. Ну, поскольку здесь очень много мазочка, я как бы хотел бы и вам показать, и чтобы вы потом прям пошли и тоже потренировались. Ну, вот, с чего бы начать такого рода картина? Вот те, кто еще на моих мастер-классах не был, те, кто были, очень хорошо знают. Взять синим все накрыть. Просто вот синим все накрыть. Потому что синий живет везде. Любой листик немножко отражает, преломляет этот синий цвет из неба. Любая крыша, все-все плоскости, все теневые, это синий. Что такое синяя тень, вот говорят, да? Солнечный день, синий тень. Это рефлекс неба на неосвещенную часть земли. То есть солнце ударило разбелом оранжевого, а все, что не разбелило солнце своим оранжевым, все осталось тенью, имея рефлекс от синего неба. То есть солнечный день, тени синий, этот самый свет разбел оранжевого. И это очень хорошо иллюстрируется. Когда художник начинал эту работу, он синим накрыл все. Причем таким кричащим, даже синим, а потом уже в рамке синего, вернее, потом отделил свет от тени. То есть сначала он как бы дал все, что есть тень. Потом светом отделил от тени. Вот, просто, да, как господи, отделил свет. Отделил свет, а потом уже в рамке синего, синих теней, после того, как он отделил, у него сразу появилась яркость, нарядность, разбелы оранжевого. А потом стал наполнять тени какими-то цветовыми нюансами. Ну, там где-то мерцала коричневизна, желтота, розовизна и прочее, прочее. Но это было изначально синим пятно. И в него, вводя, оно сохраняло контекст теневой. То есть не отдельно раскрашивать светлое пятно, светлое пятно, а потом теневое. Нет. Все накрыли синим, отделили свет от тени, она осталась синей, а потом в этот синий, в его темноту и в его синеву выгоняем уже цветнотики, но они уже попадают в этот контекст. Они часть этого. То есть нет этой отдельности письма. То есть оно сразу попадает в эту среду. И если оно слишком кричит, оно слишком отличается от темности синего и от цвета синего, слишком оранжевое пятно, мы сразу это заметим, мы сразу его поправим. То есть разбить сразу свет тень, а импрессионизм это прежде всего свет тень. И мы сразу выгадываем... То есть сама технология письма загоняет работу к хорошему результату. И в этом смысле импрессионизме это очень внятно. Но это что касается солнечного дня и вообще уличной освещенности. Уличная освещенность это синие тени и раздел оранжевого на свету. Ну то есть теплый. Теплый свет и холодная, очень холодная тень. В молочный день это все сглажено, но в помещении все наоборот. Свет холодный, тени теплые. Поэтому поскольку старинная живопись часто была связана с помещениями, там это вот внятно выражено. Кричащий коричневый, огненно-коричневый, охра-красный или еще кто-нибудь в тенях и на свету прохладный с некоторой легкой голубизной свечи. То есть в помещении принципиально все наоборот. Когда речь идет о теплости и холодности. Холодные цвета, я думаю, это понятно. Раз белый, голубого, это холодные. Горячие цвета, теплые цвета, это оранжевые и его вариациями. Итак, мы пишем вот эту картинку и избавляемся от белого холста. Берем, допустим, ультрамарин. Интересный момент тоже. Значит, есть возможность писать, вот как нам подсказали уже, что в Монель есть вот такие заливки, вот такие заливки, то есть акварельные, мы некоторое время посвятили этому обсуждению, буквально акварельная заливочка. Она может быть цветной, некое вот такое цветовое пятно, допустим, в пользу холодинки, чтобы потом теплостями высветлять, можно было бы кинуть в середину. То есть грязноватого цвета, почти цвета палитры, могло бы быть залито вот здесь. Небо, конечно, плотное. Плотное, это всегда плотная среда. То есть небо мы редко делаем не густой краской. Но на наших уроках мы пока исповедуем густую краску. Эти изыски, в основном уже с группами, которые немало ходили, используем изыски вот такие, которые идут. На акварель краски кладу уже цветнотики и густотики. Но мы пока будем исповедовать более простой ход, который тоже сейчас я вам показывал, используется во всю, когда все густой краской. То есть нам нужно вещество краски. Часто нам не хватает пороху, духу не хватает положить густую краску. Когда-то просто из экономии. Не решаемся. а когда-то потому что страшно. То есть густота тоже относительная. Мы сметанный замес делаем на палитре. Берем разбавитель, берем белило, берем синего. В данном случае утрамарин и сметанный замес бросаем на весь пол. Репрессионизм любит штрих. Можно сразу штриховательно делать, укладывать раз. И увидите, нет выкраски. Те, кто смотрел «Болбороса» и других жонглеров, я тоже жонглеров в этом смысле. То есть у него все очень просто. Не будет взять широкую кистью накрыть. И многие так и действуют, хотя это скучновато. То есть даже если мы неисповедуем ингрессионизм, лучше небочка набрать как-нибудь интересненько, как-нибудь нерцательно. Не выкрасить, как забор, а нерцательно. И вы видите, наверное, я думаю, что мерзание краски различимо. Вода у нас тоже подвержена этому же цвету. Это тоже отражается небо. Только чуть темнее, поскольку вода имеет собственную тональность как вещество и, соответственно, она чуть темнее. И тоже завитмованная. можно даже на этом этапе снабдить небо и воду мазочками имеющими ритм. Просто сразу натыкать, 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 натыкать много-много мазочков. Сразу задать ритм. То есть мазочки разного, разной тональности раздаем их обычно несколько стайками. то есть не вот так, не вот так, а неким зигзагом, некой стайкой укладки. Вы видите некоторый след стайкообразный. То есть тогда мазок на мазок немножко наваливается. И вот таким ритмичным причем вы видите в данном случае я даже взял кисточку определенным образом. Кисть как правило лежит вдоль холста. Для того, чтобы удобно укладывать подобные мазочки, лучше чтобы она лежала вдоль холста. Не вот так заходить в холст, а лежачей кистью. И я думаю вы когда просматриваете видео многих других художников в том числе вы сталкивались с этим держанием кисти. Как правило это профессионально классно вальяжненько это вальяжный тон. Потому что вот это рисование это для мелкого прописывания. То есть когда мы как шариковой ручкой работаем это мелкое прописывание деталей. Но поскольку мы уходим от деталей пока мы все чаще и все больше акцент делаем на на лежачую кисть. Буквально истыкать картину. Можно так держать кисть можно так изначальное положение как цветочек. Из этого положения зашли в роз. И буквально вот эту рябь. Эта рябь она сама уже организует некоторым образом организует пространство. То есть это уже не пустота. Это уже нечто живое. И небо если вы смотрели на небо оно всегда немножко мерцательный характер. Знаете как если глаза закрыты какие-то летают червячки вот так и небо оно все немножечко как будто мозаичка. Что же так? Да? надо что съедку. Вот линии горизонта чуть светлее и можно у линии горизонта ну допустим может быть сначала на дно просто чуть светлее а потом еще добавить разрезны может даже легкой желтоты то есть у горизонта небочка как правильно светлее. Вы видите некоторый ритм мозаичка как если это была бы шторочка которая зашла туда то есть шторочка которая уходит туда вот эта идея неба она хороша и когда мы благо накидываем и когда мы ритм мозочкой делаем как некая шторочка которая уходит то есть мы загоняем взгляд зрителя в некую перспективу то есть не просто как бы без как бы никак избиваем мозочком а создаем некую идею ухода то есть под линию горизонта особенно подрезаем вот даже часто мы увидим на картинах вот это вот это состояние ритма здесь под линию горизонта аж вот так а здесь немножко приподнимаемся то есть этот ритм мы встретим очень часто то есть идею ухода либо в другую сторону это конечно же именно у импрессионизма потому что у него есть этот ритмичный мазок прям вот эта вот линия ухода ну видите как приятно барабанит ход то есть пока мы набиваем эти мазочки как правило мы входим в кураж мы уже опять же вот что происходит когда мы предварительно нанесли карандашиком рисунок мы уже сковали себя вот так когда у нас нет рисунка у нас есть небо у нас есть стихия когда у нас нет этого рисунка который нас придушит в начале уже на самом первом этапе мы очень свободно нам очень легко мы потренировались на небо ничего не испортить потому что испортить невозможно белым синий не испортишь вот чуть светлее у нас виние горизонтика мы можем вообще поступить хитро мы можем даже те темные пятна которые нам предстоят дальше сначала подать подать синим то есть как будто у нас черно-белое изображение и мы используем в качестве темного ну в качестве карандаша черного или простого используем синий карандаш то есть мы можем именно в репрессионизме воспользоваться вот этой хитростью все набрать синим весь рисунок вход очень удобный особенно для тех у кого проблемы с точностью рисунка потому что ну какая-никакая какой-никакой рисунок все-таки есть ну хоть деревце хоть домик все равно рисунок допустим понабираем понабираем здесь у нас еще темнее линия берега здесь какие-то отражения можно сразу их как некую водную стихию как некая ряль воды ряль воды это конечно же вот такой характер мазочка вода это лодочка лодочка мазочка в данном случае штрешок делает примерно то же только не в этом направлении вы видите осознательно рычаг повернул то же самое когда вы выйдете на природу если вы хотите не сильно ошибаться начните вот так не прогадаете если вы начнете срисовывать пятно за пятном сразу ну каторга вам обеспечена цветные пятна мазочками хоть то как вы некую среду здесь дали немножко наметили лодочным мазочком можете продолжить уже допустим ритм вот этого колебания воды мазочком аля лодочка сделать много прикосновений такого характера и тоже стайкообразного то есть чтобы общий ритм возник общий ритм некая уклон полосы то есть вы видите легенький уклон полосы хотя он состоит из многих мазочков которые между собой немножко пляшут то есть пляшущий мазок в импрессионизме уместен очень у нас есть еще деревца которые заступают на них а у нас есть те самые облака то есть допустим мы еще даже и не торопимся укладывать туда розовый и оранжеватости а просто просто даже берем и обозначаем идею облаков чуть более выражены макушки у облаков и чуть менее выражены низушки то есть они чуть-чуть тавят появляется эффект облака чуть крупнее облака на переднем плане то есть здесь возле нас иногда они прямо свесив ноги с верхней части формата висят это так и мелкие барашки на дальнем плане вот эта разница в размерах очень важна ну не в контексте импрессионизма а вообще в контексте раздачи пространства то есть смотрите что происходит когда мы смотрим допустим на цветы вот под ногами у нас цветы если мы смотрим на них сверху они по отношению к нам вот так а теперь эти же цветы вдалеке макушки выстроились в линию также здесь здесь по отношению к нам вот так на дальнем плане они выстроились в линии то же самое произойдет и с травками то есть в линию сбиваются вдалеке то же самое и горки трава А на переднем плане цветочки разбиты немножко в шахматном порядке. Но шахматный порядок вообще категорически нет. И все, что намекает на шахматный порядок, сразу нужно с этим что-то делать. Чуть крупнее на переднем плане, чуть мелче на дальнем. Тоже создать просто тряпочку. Вы видите, даже некоторый наклон облаков, то ли потому, что я это рукой вот так делал, то ли потому, что ветер облака немножко делает ритмично наклоненными. Когда вы выйдете на природу, вы это заметите. То есть это не кусочки ваты аморфные, как попалывают. Один смотрит в одну сторону, другой в другую сторону. То есть вот комочек, вот если он смотрит, то он в разные стороны. Нет, эти все комочки смотрят в одном направлении. Тогда сразу появляется погода. А так не будет погоды. То есть если вы просто ватные пятнышки раскидаете, у вас не будет ветерочка. Хотя у импрессионистов иногда они грешат этим. Просто ватные кусочки. Ну, в общем, всем у них хорошим. Даже ватные кусочки у них все равно несколько заритмовые. Поэтому если быть более взыскательным смотрителем, то мы обнаружим это. То есть вы видите, некоторое направление задано. Углы свободны. То есть углам внимания никакого. Углы подчиняют все центру. Кроме каких-то уже дерзких композиционных решений, когда мы сознательно обращаем внимание на угол, иногда бывает лицо человека вот здесь, а здесь почти ничего. Вот, скажем, профиль человека. Но ради того, чтобы профиль смотрел на это большое ничего. Ну, когда вещь идет о центральной композиции, конечно, углы в тишине. Дальше у нас, допустим, вот эти деревца и темности. И тоже рябушка. Рябушка-мазочник. То есть это у нас дальник. Дальник деревца, которые некоторые темной стеной стоят. Мы их тоже трепетным мазочком. Вообще мы всю картиночку взбиваем, взбиваем, взбиваем. И пока мы ее взбиваем, мало того, что у нас не может испортиться настроение. А, не получается, да? Не может. Мы уже треть картины напишем с хорошим настроением. Что, конечно, для картины важно. Что с вами должны предпринимать в работе? Мы должны обойти в острые углы. Мы не должны попадаться на те ямы, которые нас могут ожидать, как новичков. То есть мы еще не можем совершить ошибки практически до третьей картины. Дойдя, мы еще не совершим ошибок. Потому что важно, да? Чтобы мы потом перед коллегами по церкви не стеснялись. Что вот если картинку нарисовать. Вот так коллега по церкви посмотрит. Да и неплохо. Смотрите, отличная картина. Вешеную белочку еще писать. А? Вешеную белочку писать, если никого не будет. Так вот. Ну, они немножко на разной высоте, эти макушки этих деревьев. То есть мазок все время чуть-чуть протянут, протянут. То есть, как бы, понятно, что вы пока будете вот это вот копошить, вы еще освоите, освоите, освоите. У вас появится хорошая моторика движений. Просто вот она начнет нарабатываться. Три-четыре таких картинки, и вы уже импрессионист по языку живете. «Стекайте». Ну, только стыкаем. 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 Поэтому мне не хватает времени вот на такие мазочки. Но когда вы потом подойдете к перерыву и попробуете эту, вы будете делать более правильные мазочки. Хорошо? То есть я немножко барабаню. Очень важный тоже момент. Очень часто мы настолько привыкли к порядку, мы все расставляем ровненько, дома у нас так, что ну клюнуть некуда, яблоко упасть некуда, компьютер кинуть некуда. То есть все так расставлено. В жилписи все наоборот. Вот особенно женщины, их кто-то приучил к порядку. И вот именно вас особенно касается, потому что мужчины умеют, там, носки и швырмы, поэтому несколько на жест мужчинам более способны. А вам нужно будет перед картиной немножко побыть мужчиной. То есть хулиганом. Тем более вы сами любите хулиган. Правда? Поэтому никакого строя, то широкое, то узенькое, средненькое, еще какое-нибудь, кругленькое, да? То есть хулиганом какое-то разнообразие, разнообразие однообразия, никакого однообразия, никакого строя. Не должно быть одинаковых. Одно, второе, третье, возвышенность, все одинаковые. Не должно быть ни в коем случае. Так же, как не должно быть одинаковых и среди этих ребят. И вы видите, они все не одинаковые. Один вообще наполовину прикрыт. А эти, разница между ними есть некоторая, а это и вовсе крупная, собранная из нескольких деревьев кучка. И опять же, еще темнее выглядит оно. Очень темное. Тоже можно. Буквально, чистым силам. Уверяю вас, как только здесь появятся первые цветнотики, картина начнет преображаться. Но она и так уже будет неплохая. Можно взять более мелкую кисточку. Но, тем не менее, вы видите, характер укладки тоже некоторый ритмик имеет. Это довольно очень удобно. То есть, это ритмик. Ночные, кстати, вообще чистый синий. Релная ночь. Зимний, красный. Такой синюшка-синий. Никогда не затыкайтесь в каком-нибудь одном месте картины. Работайте сразу везде. Очень важный тоже момент. Часто человек забывается в каком-то углу, пока не вырисую, дальше не пойду. Уходите от этого категорически. Пишите сразу картину всю. На каждом этапе картина должна выглядеть такой, быть такой, что ее прямо сейчас отнимать, на это уже смотреть можно. сейчас понятно, что мы не можем, только первый мазок положив, уже иметь. Но, как только уже хоть что-то мы начинаем рисовать, оно должно выглядеть так, чтобы прямо сейчас отнимать. Поэтому, работаем сразу везде. И, вот это даже записать надо. Что писать сразу всю картину. Не затыкаться ни в одном, ни на одном пятачке не затыкаться. Еще не забываться с одной кисточкой в руках. Очень часто человек берет мелкую кисточку и думает, я сейчас мелкой кисточкой все вырисую и буду молодцом. Как только он дошел до... Во-первых, ему даже дойти трудно, потому что он застрянет уже на первом этапе, на первой кисточке. А даже мой приятель, художник, пришел и говорит, ой, вылизал картину тоненькой, нулевочкой, вылизал картину. И он говорит, три дня сидел, лизал, я слушаю, это он говорит мне. Ладно бы он заказчику сказал, как он лизал, но говорит мне об этом, но это же смешно. Я, конечно, посмеялся людьми другу, высказал ему, нашел, чем хвалиться. детство. Стайки, вы видите, стайки, 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 ножочки. Немного пока пошелся здесь, дальше побежал. Поскольку они более темные, я беру без разбилов, синий, и укладываю. В данном случае я пока одной кисточкой работаю, хотя вас призываю все время контролировать, не стоит ли поменять инструмент. Ну, мне можно. Мастихин здесь не пройдет? Импрессионизм не очень мастихиновый, хотя мастихином можно сделать импрессионизм, но это уже такой более модернизм. А вот такой а-ля Мане, а-ля Ренуар, он, в общем-то, кисть-кисть-кисть. Ну, в основном. Если бы в то время художник бы сделал картину мастихином, то его, по-моему, даже сами, только мастихином, как сейчас это делается, его бы даже сами коллеги по импрессионизму не допоняли. Закупали. Да. Что случилось? Переспросили. То есть, несмотря на то, что некоторый комковатый характер, но, тем не менее, ритм, я думаю, вы наблюдаете. Даже как бы ритм вот этого танца, мазочков чуть-чуть балованных, то есть, в разных направлениях. Хотя, они не висят. Импрессионисты очень часто делают деревья такими, что вроде как они одной породы. Не потому, что они одной породы, а потому, что им нужен ритм. То есть, когда мы смотрим на деревья, там и ива висит, и такое дерево, и клён, и тополь, и мы начинаем это в одну сторону штриховать, эти листья, а этот в другую, эти в третьем. Оно-то так. Но, как правило, такие картины не звучат. А заритмованные, потому что, ну, ива, да, висит. Тут даже маня ничего не может сделать. У него, ива тоже висит. Но все соседи у него, они как будто из одной породы. Просто разного цвета, разной тональности. То есть, это ради ритма. Ну, нам легче разговаривать с кисточкой в руках, как выяснилось. Как сразу вы, какие есть, что говорить. Я же на семинар пушу. Мы тоже. Еще один момент. Вот нам, у нас тут стволы есть. Вот мой опытный взгляд увидит, что здесь стволы есть. Стволы очень удобно укладывать по такой схеме. Я думаю, что эпрессионист прямо так и делает. То есть, мы кладем кисточку на холст. Ну, взяли какую-то темноту, кладем кисточку на холст. и вот такой какой-то протянутой линии. То есть, мы ее не вот так вот проводим, мы ее протягиваем. Причем, рукой нервничаем, как бы, дрыгаем, и она у нас коряжистая сразу формируется. То есть, такой, с баловством. Или, вытягиваем снизу. Я там где-то и крутану, где-то и... так сразу поряжистый. Это, вот этому научиться вовсе очень просто. Взяли вот такой вот пустой холст, вот такой, как палитра. Накалякали там что-нибудь, кусочек неба, кусочек листиков, и давай тренироваться. За три часа вы навсегда научитесь делать стволы очень красивыми. Обычно первые шаги очень робко, ну-ка, вот, если ученица пишет, извините, ученица пишет, очень робенько, еще руками слушается, потом к концу урока уже легко. И вы тоже будете легко, если... Просто распробуйте. Не в одной картине попытаться научиться из трех слов научиться их. Посидите немножко, потренируйте. И мозочек этот, может быть, посидеть, так и надо потренировать сигареты несколько комнатров, у меня, кстати, заляшки. Очень удобно. Именно вытягивать. Не поднимать кисточку по мере вверх. Нет, вытягивать. Втягивать. Ну, чтобы использовать всю краску на кисточке, вот подкручиваем, да? Да, да, да. Я еще и подкручиваю. Заканчиваясь сразу. Полное дурковаляние. Это дурковаляние очень быстро освоится. Только надо посмотреть, ну, что-то... Ну, опять же, что-нибудь подмешать, чтобы это не в сухость заходило, а в густоту краски. Поэтому вязкость, оно как раз удобно ходит. Оно становится частью среды, влипает в эту среду. Поэтому просто вот на пустом холосте лучше не тренироваться, а сразу что-нибудь тебе набрать. Так. Ну, с учетом того, что там остался только домик, то практически мы рисуем и сделали. Допустим, вот эта вот крыша, какая-то труба, труба. у нас как бы антицвет голубой здесь, желтый. Поэтому вот мы, например, можем начать укладку, ну, подбрасывание цвета в картину, например, с этого желтого. Мало того, ошибиться тут тоже будет невозможно, потому что мы будем использовать не здесь, в тонких, как бы, местах, где нюансы могут быть. А здесь грубо просто набрать желтотой. И тоже стараемся эту желтоту набрать ритмично, в данном случае укладывая краску по высоте. Можно было бы, конечно, начать и вот мелким мазочком, но можно, с ума ждать, когда желтый наконец-то уляжется. Поэтому можно чуть-чуть поднабрать. Ну, тоже, с некоторым ритмиком. поднабрать. Поднабрать какие-то вариации этого. То есть, немножко на спид можно такие вещи делать. Но, тем не менее, мазок все равно сохраняется, все равно ритм мазка сохраняется. где-то, допустим, тут же и оранжевости, как некий феномен журхлой травы. просто, чтобы было. Не потому, что я сейчас планирую прямо вырисовать. Нет, у меня там такое достаточно выразительное пятно этого домика, чтобы не впустовало это, чтобы я уже понимал, что я рисую. чуть-чуть наметить. Синий подмешивается в тене, смотрите, да? И вот теневая, если бы я ее отдельно искал, если бы я закрашивал бы картину, как сначала писал, потом закрашивал, у меня это пятно было бы какое-то отдельное от всего. А так я бы вписал туда некую грязцу, розоватую, розоватую, оранжеватую, и она, смешавшись с синеньким, сразу стала родным ему. И родным всей картиной. Даже первые намеки на зеленый, вы видите, как картина начинает цвететь и становиться на зеленый, все попадает в эту ряду, сразу попадает куда надо. Оно не портит, не нарушает ничего. Просто потому, что оно вынуждено в эту ряду мазков так же ряду раствориться. то есть мы уже создали условия для того, чтобы не было чужеродности. Значит, в темных местах часто живет коричневый синий. Можно взять коричневый с тем же культрамалином и немножко снабдить тенистые места. В очень темных местах в районе зелени можно задействовать коричневый синий. Это, кстати, тоже можно записать, иногда непонятно, какого цвета темнота. Смотришь на дерево в темном месте, на цвету понятно, зелененькое, желтоватенькое, розоватенькое, какое угодно. А в тени что в оно такое? А, на другой язык пережил. в тени как правило это коричневый синий. Такой глухой, болотистый, темный цвет. Опять же, от того, что вокруг синий, этот цвет не может вообще отсюда никуда выпрыгнуть. Вот я смешал коричневый синий, а во-вторых, вот эта рябь мазков его синий синий. Как курочка этих цыплятов. придерживаются. То есть ошибку совершить почти невозможно. Мало то, что тональный рисунок уже есть, и опять же, если бы у нас что-то бы не получилось. Вот у нас есть, допустим, не получилось. Сбрили, вернули небо, сделали мелкие мазочки, вернули эту в среду требуют. И опять нарисовали. То есть мы на этапе вот этого синего можем просидеть и три часа. Главное, что мы ничего не испортим. У нас шансы записывать ее идеальны. Держим картину в таком состоянии, чтобы не испортить. Это особенно хорошо в инкесаре. Тот же коричневый может встретиться и вот здесь. Темные быстро перед убережочком и может быть уже чуть-чуть выйдем сюда. Опять же, вот когда речь идет о море или о воде рябой какой-то, стараемся либо вот такой мазочек делать, который сам по себе лодочный, правда, штришочек лодочный, не вот так, а именно вот по такой траектории. Либо вот такой мазочек. То есть стараемся не рисовать вот это вот так. То есть если у нас здесь лодочный мазок, связан с водой, то мы соответственно заходим, ошибиться трудно. Некоторые люди очень долго привыкают к тому, что можно руку повернуть. А если картину то есть на самом деле это же не сложно, правда? Причем с натуры когда вы будете кипио, а это очень приятно. Все поехали на пикник, может там нехитрый, это тоже нехитрый сюжет. Домик убрать все равно нехитрый, сюжет, но он нехитрый. а домик всегда можно привисывать и деревца можно преувеличить. Но скажем на переднем плане у нас какая-то ерунда. Взяли ее подняли крупно сделали вот допустим здесь была ерунда на этом месте а ему нужно чтобы углы присобрали картину в центре. Он взял его преувеличил. Все выехали на пикник, кто-то шашлаки делает, кто-то сидит без дела, а вы красиво поставили и поставили картину без ошибок. И вокруг вас будет не вокруг шашлыка или вокруг какой-нибудь красотки. Будет все вокруг вас. А если вы еще красотки? И на секунду открывает. красотки. Счастлив красных что-то у берега. Лысый бережок. нет просмотру коричневизму взял охру не торопитесь использовать охра ну вот для опытных для опытных конечно и охры все остальное на первой стадии не берите и не очень поймете вы будете чего-то ожидать от нее она может не додать желтый синий красный вот так просто ну и коричневая хотя конечно охра это их благородие ну вообще вот такой рябе можно вообще ошибиться я хочу хотел бы это почти невозможно правда ну потому что я потому что вот мозаика я думаю вы эффект мозаики не раз сталкивались не вот мозаика наш совсем грубо там вот такие квадратики решают лицо тем не менее это звучит правда вот вы фактически создаете мозаик просто у вас она чуть меньше чуть не такая откровенная как отдельный квадратик отделен еще и вот вы видите что перерыве прошел перерыв и за время перерыва совместными усилиями пробовали мазочки и вот так мысль основная что испортить невозможно на лицо то есть работа едва отличается той у нее может быть даже больше по весе более дремучая а характер мазка выражен не по прекрасному все листочки звучат нет этого шахматного ритма то есть все учтено и это не трудно учить мало того вот эта ряд мазков собранная линейным рисунком а рисунок в данном случае это это стволики это домик это лодочки все реально мазка собранная немножко этой геометрии и готова картина и задачи себе выбирайте такого рода где можно рябью мазка и немножко геометрия не архитектурный комплекс какой-нибудь дворечный хотя дворечный вдалеке вот вдалеке густой красочкой за счет просто густоты краски создать там иллюзию прорисованности геометричную если там где-то вдалеке вблизи не надо вот предмет допустим представим себе что на переднем плане у нас вазон вот мы пришли на натуре оказались на натуре или у нас фотография хорошая на переднем плане красивый вазон допустим белый мраморный подставку у него из него там может быть что-то едва торчит и мы же не можем его не нарисовать красиво но как только дойдет до до точного рисунка до точной формы сразу мы начинаем буксовать поэтому набрать его можно но засыпьте его цветами один уголочек все и ваша проблема решена вы с рисунком хромаете это будет очень хорошо замерзно поэтому а вот в этих вещах трудно хроматить была мысль о том что я сейчас продолжу на самом деле продолжить то после этого и нечего и так ясно что вам все ясно единственное что я могу сказать что даже если вы не успели за сегодняшний сеанс вот допустим предприняли эту работу такую такую буду третью вы предприняли и не успели ее прописать импрессионизм позволяет и следующие сеансы также успешно продолжать тем же мазочком но кладь укладываясь на уже фактурный мазок мазки следующего сеанса ложатся также рыхленько иногда даже еще вкуснее чем на первом сеансе иногда тасочка бывает еще не засохла но уже очень вязкая это тоже позволяет дописывать картину также легко но помните что лежачая кисть лежачий делает чирк по холсту не вмазывает а делает чирк и этот чирк рыхловат он лазочен но он рыхловат что дает возможность еще больше создать этой рябик этого трепета то сейчас я это показать не могу потому что она не высоко но суть в том что подсохшая или вязкая уже краска очень хорошо дает с собой работы и все это можно наполнять и наполнять и наполнять обязательно рыхловатый мазок суховатый буквально без без разбавителя или если разбавитель то совсем чуть-чуть не мокрый мазок мокрый это когда он лег без резьбы мазка то есть сухонький резьбоватый мазочек и также мелкий мазочек наполнеет 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 лодочку как нарисовать показывает бессмысленно ее надо просто сеть и нарисовать другое дело что у нее тоже есть свет тень определенная определенная тональность то есть она почти равна по тону всему этому единственное что она данном случае геометрична то есть важное что мы имеем здесь это то что она геометрична если все остальное то они вполне геометричны но по тону это не белый белый вот он белый вот он они не тихий вот эти важные моменты работа в тону не за то что импрессионизм позволяет некую свободу тональную то есть когда не все точно в тоне а при этом за счет ряби звучит но все-таки работа в тоне это в степени темность она очень важно то есть для себя работу в тоне определите как более важную чем работу в цвете с этом более или менее разобраться всегда можно труднее разобраться с тональностью то есть степень темно когда речь идет о сложных формах скажем фигура человека освещенная теневая часть помните что все что в тени должно быть изначально набрано как вот как мы в этой картинке бы отделили свет от тени помните эти домики которые я показывал там внятно вошел свет и отделил свет от тени вам конечно лучше работать с вещами где очень внятный свет тени где нет слишком тонких нюансов полутонов полутонов это не полу цветов уже часто говорят таких сиреневатых тонах может быть это тоже справедливо потому что это сиреневатости тоже обладают своей некой тональностью также как синий он тонально мы сразу понимаем насколько он темен если мы говорим о синий или белый мы тоже понимаем о его тональности но для классиков и классики не раз это высказывали что работа в тоне важнее чем работа в цвете вот скажем если ведь шла здесь по лодочкам и домик тоже белый но видите что не кричит белый не кричит вот здесь кричит а здесь не кричит поэтому этот белый должен быть тих соразмерно тому пространство которое до него то есть чем дальше предмет тем больше не подвержен толщине воздуха и в импрессионизме поскольку мы пишем воздушную перспективу пишем воздух то это в частности важно потому что чем дальше предмет тем больше подвержен толщине сизого синевато-сизого воздуха мы знаем что горы вдалеке просто синие синие одна города как фанерки заслоняют друг друга поэтому чем дальше предмет тем его белость вот скажем какая-нибудь белая колонна на переднем плане белая тоже колонна 100 метрах от нас уже не белая подвержена сизости также здесь все подвержено этой сизости все при спряталась нет откровенно делал но это вот если комментировать ну там какие-то еще предметики у берега можно какие-то колышки на которых эти собственно лодочки привязаны но это уже как бы неважно вырезать лодочку это уже то кто бы лучше кто похуже главное в этих картинах это вот эта река которая очевидно понятно просто очевидно понятно не знаю сколько человек прикоснул но никто не испортил вот хорошо белый лег густо лег очень культурно ну а вот допустим но это маленький такой трюк вот допустим у нас окна есть домика есть и вот мы положили белую стену а потом взяли и достали окошечко достали дверцу просто царапкой если еще что-нибудь еще вспомнить что можно сказать именно в контексте ну вот очень важно про второй сеанс часто даже вот в книгах вот как-нибудь про импрессиониста там были такие моменты что художник торопился на следующий день вернуться на это же место потому что краска у него не подсохла он хотел сырую краску продолжать сырую краску мы обычно вписываемся и оно все-все одно в другом одно в другом заквашивается заквашивается но по сухому если мы будем использовать лежачий мазок тоже это можно довольно вальяжно спокойно сидеть и обогащать цветом и чем дальше мы идем к финишу картины тем больше мы можем себе позволить откровенного чистого цвета правда мы начали откровенно чистым цветом сразу взяли синий и сделали тональный рисунок то есть черно-белый рисунок но это что касается того синего на цвету у нас многообразия цветовых так вот чем чем больше мы прописываем тем больше мы себе можем позволить чистого цвета и даже вот эти неаполитанские красочки которые для фундаментальной живописи не очень нам подходят но чем дальше финишу тем больше мы можем брать даже вот эти нежные неаполитанские и ими тоже если они не не кричат оттуда не вырываются оттуда снабжать просто чистым цветом накидали такой суматохе мазочков допустим розоватого оттенка тут же рядышком с ними допустим мазочков голубоватого оттенка бежеватого оттенка чистый цвет уже можем себе позволить то есть пока он у нас грязнит здесь да он грязноват чуть-чуть а потом уже прямо чистым цветом может быть коничневый какой-то холодноватый чистый тоже даст свои оттеночки тем дальше прописыванию картину тем больше можно себе позволить откровенного чистого цвета собственно про импрессионизм большим даже искать сочетание цветов есть такое конечно есть как бы противоположные цвета фиолетовым противо лежит желтый да ты голубому тоже он как бы лежит то есть в живописи вкусно тепло-холодность когда рядом с теплым мазком лежит холодный мазок у фотографии этого не делает глаз этого не до видит хотя глаз художника он все время ищет преувеличения также как взгляд поэта ищет влюбиться также и взгляд художника ищет в природе преувеличение поэтому увидел там холодочек рядом с теплиночкой и у него уже праздник на душе он увидел просто успел полюбоваться есть такое свойство художников они все время ищут они не просто смотрят на предмет они чуть-чуть преувеличить замечают на себя он рядышком два цветика или контраст контраст может быть выражен холодным и тепло то есть контраст может быть выражен белым идем трусом у нихill Gonac Refer� А может быть выражен холодным и светлым нарочито ярким им нарочито холодным рядом будут стоять одинаковые потом по степени тела но они будут контрастировать за счет разной один холод selecting вытёк и даже между ними колоссальная разница покажу отделены но датчике но даже контекста ты сейчас вздуматься найти контекст покажете отражение воде вот этот дом просто несколько несколько раз очков вот такого характера и их бы то есть положим допустим светлый немножко стоило бы опять же прибить их синими чтобы они замерцали там чтобы не крикнули оттуда а немножко замерцали иногда кладешь и смотришь нормальный даже не надо перебивать но иногда стоит немножко еще и перебить положили несколько стайка светловатых мазочков но они чуть темнее чем светлые здесь потому что они уже подверглись темности воды и надо художники вру просто откровенно если ему нужно чтобы дом отразился в данном случае художник не соврал потому что действительно дом глубине он не мог отразить деревья которые здесь у воды они действительно внятно отразить то есть угол не тот чтобы здесь было даже ну и пружинке врут причем вот опять что они и вврич да не дал просто откровенно врут и на пользу поэтому чуть-чуть краснотик крыши конечно и крышу чуть-чуть причем мазочки разбегаются немножко потому что вода их разбивает что-то такое там опять же мы сюда потом гоняем розовый да то есть совершенно бесстрашно розовинку начинаем гонять масло маленькая тайна когда мы вначале вот то что смотрите в видео уроках когда мы набираем на разбавители чтобы это текучесть вот это прямо акварельность произошла то действительно это чистый разбавитель моем случае в вашем случае поскольку у вас темп будет несколько ниже скорее всего раза в три и у вас разбавитель успеет выдохнуться то есть впитаться и улетучиться и вы просто не успеете сделать то что я успел там подлить и к разбавителю одну скажем седьмое масло перемешать к этому чистому разбавителю не к тройнику который продается от чистому разбавителю одну седьмое масло масло свяжет разбавитель не даст ему так быстро улетучиваться и так быстро разбавляться в краске чтобы перестала быть влага влажность слякотность да просто немножечко масло одну седьмое тогда у вас темп при низком темпе все равно сохранится вот эта слякоть мне почему нужен чистый разбавитель мне нужно что поскорее разбавитель улетучился краска стала я по ней уже сухонько начинаю работать допустим а вам наоборот вам нужно чуть-чуть удлинить этот процесс и масло но только немного масло и одну седьмую только для того чтобы разбавитель не не улетучился быстро но я начал зачем все начинает разовить еще что-нибудь это можно было раньше чем деревья сделать положить облакам там них облачечки течи по номеру завязать облака приобретают рефлексы от земли по сути облака белая но чаще всего облака получила рефлексы вот земли как правило такие грязноватые цветики чаще белый в тени часто фиолетовит поэтому и облака несмотря на рефлексы от земли грязноватый имеют себе и легкую фиолетовость поскольку белый в тени солнечный день фиолетовит и вот эти вот легкие фиолетоватости розоватости и даже желтоватости особенно на свету дополнит содержание обогатят в цвете все это чуть-чуть чуть-чуть будет продолжать наполняться содержанием цветом настроением и здесь у нас зарозовит и где-то может быть даже какая-нибудь бирюза появится какой-то полосочкой разбеленная бирюза все это можно потом гонять 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 но изначально лучше попробовать поступить вот так может быть даже на этом первый свой сеанс и закончить сделать подробный черно-белый рисунок набор картины синькой вот так сделать ультрамаринчиком и угомониться потому что у вас как раз и не берите малые холсты часто берут вот такие холсты да я попробую тоже размер мазка вот чем мельче мазок тем больше точность должна быть ваша точность а союза руки и мозга еще нет поэтому хорошо бы брать под размер жеста жеста руки а не жеста кисти в руки то есть кисть руки у вас еще слабовато будет довольно долго поэтому все мелкое для вас ну и тем более что сами видели импрессионисты почему-то я не умельчил я не умельчил дешевле будет стоить всегда во все времена вот известно что во времена этих сгонанских пантюрмортов гульденами выкладывали площадь картин поэтому пантюрморты делались вот такими побольше поле покрупнее драпировка внизу ну чтоб уже есть такое правило что большой художник пишет большинка профессионалы они же они же несчастные люди они должны поскорее продать они же должны хотя бы ну как продать картину за допустим 200 долларов вот чтоб у тебя прямо с куста слетало написать маленькие потому что иначе ты просто дешевый художник если ты пишешь вот такое написал а продал за 200 долларов поэтому приходится писать вот такие ну это такие тайные ремесла а вам для чего у вас есть какой-то свой доход прекрасно вы жили без поэтому пишите свободно легко любой художник хочет на большом писать просто куда потом с этой большой ведь та продуктивность которую может дать профессиональный художник это чуть ли не картина в день представьте себе за месяц 300 картин представьте себе купили только 5 из них им ухватило а с остальными куда то есть это складировать и складировать рассовывать по галереям рассовывать по другим местам продажи это целыми днями писать и рассовывать потому что продуктивность колоссальна эти песни о том что картина писалась 10 лет а идеи вынашивание идеи бывает так художник начал картину но это не и он присоединился ты присоединишь пишет так ну вот там 33 богатыря 20 лет писать явление христа народу почему она писалась ну явление христа народу понятно почему человек написал кучу эскизов и тюдов которые сами по себе уже готовые произвели ну и вообще в то время не было куда торопиться художников было мало денег было на художников больше да 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 все прикольно да вот так вот тратить краски почему зря не натрешься там же все терлось вот поэтому сейчас когда столько возможностей когда продуктивность и у вас тоже будет колоссальное не берите маленькие форматы чтобы не выглядеть маленьким художником потому что на большом формате сейчас способен высказаться мы сразу его уважаем заходишь дом картина а вот это висит можно в принципе не заметить мало ли что так висит а такие вещи да когда можно чуть ли не вот этой кистью взять и набрать не влезал иначе как раз вопрос вылезал и много-много-много-много москов и все просто и весело